добрый вечер всем решила я продолжить серые украшенческих видео и сегодня я расскажу вам о брошках которые у меня есть ну вот сюда я выложила брошки которые уже засветились в прошлых видео видео в моих серебряных украшениях вот коротко еще раз напомню вот это две брошки это камеи камеи на пластике одна камея называется по-моему три грации вторая какой-то интересный кавалер с дамой вот к сожалению этих брошек отлетели вот иголочки вот это вот интересная веточка с камнем по-моему это малахит господи не малахит нефрит нефрит и жемчуг вот это вот синенькая брошечка доставшиеся мне от бабушки вот это вот брошечка серебро с янтарем который я сама приобретала в петербурге здесь вот это вот брошечка с аметистом вот это вот интересная брошка с натуральным камнем с каким не скажу мне кажется это агат вот точно не скажу вот это и вот эти похожие брошечки по моему это все-таки пластик а вот ну и теперь я покажу какие у меня еще имеются брошки которые не были обозначены в прошлом видео они разные они относятся бижутерии или они принципе серебра сейчас покажу значит начнем пожалуй вот с этой яркой очень яркой штучки павлин можете оценить размеры вот такой яркий радужный многоцветный интересный павлин брошка без клейма клеймой здесь отсутствует тем не менее я видела подобные украшения только с павлина и госпе с павлином с клеймом относящиеся к какой-то достаточно известной американской фирме выпускающей бижутерию вот этот вот паблин без клейма хотя он совершенно ничего не отличается от тех что тех что я видела и так дальше вот такая вот интересная ящерка это тоже бижутерия это тоже брошечка без клейма без всякого тем не менее очень милая интересная ящерка вот тоже брошечка без клейма без всяких опознавательных знаков вот такая милашка здесь вот потерялась несколько маленьких стразиков они у меня отложены их надо только подклеить вот так вот вот такая брошь тоже такого вот насыщенного оттенка тоже крупная тоже надеваю редко павлина я вообще пол надевал только один раз вот эту брошечку я надеваю редко она достаточно крупная яркая такая брошь тоже без опознавательных знаков вот лежит вот это интересная брошка она тоже без опознавательных знаков такого золотистого оттенка с мелкими мелкими такими вот здесь вот вкраплениями стразами скорее янтарного оттенка вот здесь вот они мелкие мелкие и даже их видно как они чуть-чуть переливаются основной кристалл прозрачный белый может быть имеющий чуть-чуть желтоватый оттенок брошка красивая мне очень нравится как она выглядит девочка моя девочка моя давай просит и ты ты давай ты чуть-чуть отойдешь в сторону вот брошка тоже без опознавательных знаков вот но мне очень нравится как она выглядит мне кажется что она выглядит достаточно изящно достаточно изящно следующая брошка вот такая вот бабочка это серебро серебро 925 пробы я покупала ее сама в ювелирном магазине так понимаю филигрань вот такая вот милая бабочка что тут можно сказать серебро бабочка все дальше можно только смотреть и любоваться следующее мое закрываешь закрывающие вот такая вот интересная брошечка эта брошечка была куплена мне сестрой вот это плавленый янтарь и вот такой вот я так понимаю это не знаю что это медь латунь какой-то какой-то сплав недорогой вот продается здесь вот в петербурге там не сестра купила когда приезжал ко мне в гости солнце и луна такая интересная символичная брошь мне очень нравится объединение солнце и луны и даже звезды вот здесь вот вот ношу ее периодически из-за символизма она мне очень нравится ну и плюс хоть и плавленый но янтарь янтарь я люблю дальше имеется у меня вот такая интересная брошь вот это брошь букетик ромашек брошь в стиле дамаскин я называю дамаскин кто-то называет дамаскин вот здесь где-то что-то было здесь не рассмотреть вот вот такая миленькая брошь дамаскин далее имеется у меня вот такое сокровище это брошь к французская второй половина 19 века это позолоченное серебро и кристаллы ювелирные ювелирное стекло к сожалению брошки отсутствует за застежка она нуждается в реставрации но вот сама брошь к посмотрите она многоярусная вот она такого оттенка старого золота вот здесь имеется проба и и конечно не рассмотреть на телефоне вот такая вот интересная благородная вещь и наверное последнее что я хотела бы сегодня показать это вот такая вот брошь это айзенберг айс здесь имеется клеймо соответствующие опять-таки здесь фокусу телефона соответствующие конечно айзенберг айс и к ней клипсы тоже с маркировкой айзенберг айс вот так вот вот такая вот красота ну что ж это были мои брошки всем спасибо за просмотр с наилучшими пожеланиями